Добрый день, уважаемые друзья! С вами Владимир Добров. И сегодня я хотел познакомить вас с творчеством Хасыра Уля. Игрой у пера Капабланка. Третий чемпион мира, кубинские маэстро, кудесник шахмат, кудесник прежде всего Эншпиле, как все мы, большинство точнее из нас его знают. Тем не менее, задача вот именно выбрать наиболее яркие и красочные моменты в его партиях и поставить их еще по старшинству, так сказать, задача была очень нелегкая. Но я постарался, во всяком случае, отобрать на данный момент пока его белые примеры, где он играл именно белым цветом. Ну и, в общем-то, надеюсь, что удалось. Итак, вперед! Итак, поставил я на пятое место позицию из партии против Эдварда Ласкера, известного шахматиста того времени. Напомню, что Капабланка начинал в 20 веке, и первые его шаги были прямо-таки с началом именно этого 20 века, 1901 год. Но эта партия чуть более старшая, более старая, наверное. Тем не менее, достаточно элегантная. Итак, что мы видим? В позиции у белых, очевидно, виды на атаку. Ну, у черных, с другой стороны, тоже есть определенные зацепки. Но в этой ситуации белые находят такой простой удар. Ферзь С6. Естественно, брать Ферзя нельзя из-за матов два хода. Король уходит на Б8. И следует, естественно, ход Ж3. Форточка образована. Король Ж2. Поменялись. Ладья Д5. Попытались черные зацепиться за пешку Е5. Однако, последовал очень точный ход Ферзь С3. И после хода Ферзь Ф5, Ферзь Б4. Атакован. Атакована пешка Б7. Атакован слон. Хотя слон пока на данный момент является, как сказать, объектом. Он пока не прикосновенен. В связи с тем, что ладья на Б1 также провисает. И черным вынужден уже играть Б5. И следует отразляющий такой ход, который посудил все идеи черных. Мгновенно убивает. Ход КНН4. В общем-то, такая одновременно и комбинационная, одновременно и стратегическая позиция. Ну, в общем-то, весьма элегантно. Теперь Ферзь не может на два фланга отвлечься. Не может уйти ни на С2. Последует Худжиев ни на Ф7 в связи со взятием слона на Ф4. Ну, такой простой вроде бы пример, но очень элегантный, как я уже сказал. Итак, следующая позиция. Партия против взнос Кобаровского. Очень серьезный тоже шахматист. Однако, конечно, в те времена Капабланка был на голову все-таки сильнее. Я пересмотрел очень большое количество партий. И удивительный, конечно, класс. То есть, его был фантастический. То есть, он на голову, как говорят, как магнус лучшие времена. Ну, в общем, давайте посмотрим. Итак, в этой позиции Носкобаровский аккуратно сыграл А6. Ход неудачный. И мгновенно Капабланка стратегически использует брешеб в позиции черных. Слоны в 5. Очень сильный ход. Компьютерные программы сразу его не понимают до конца. Но на самом деле очень сильно. В связи с тем, что Узноскобаровский не понял, в чем причина, в чем ошибка может в ходе Е6 заключаться. Однако, после сломби Д7, Ферзь Д7, белый просто-напросто нападает на пешку Б6. И вытаскивает ее на себя. После хода Б5 белые фигуры сами наползают на черных мгновенных ходом Конь Е5 и ходом Конь А4. Таким образом, Конь приходит на С5 и мы видим два совершенно доминирующих коня в центре против, в общем-то, не очень приятного слона. И, в общем-то, ходов, по большому счету, у черных и нет. Очень быстро партия завершилась побегой Капабланке. Следующий пример, который также здорово иллюстрирует тот момент, что Капабланка был силен не только в Эншпиле, но и был хорош и в комбинационной игре, и в стратегическом понимании. И вот позиция против тоже весьма известного и талантливого шахматиста того времени, Яновского Давида. И белые в этой позиции масса возможностей, конечно, у них есть, у них явный перевес. Тем не менее, Капабланка находит следующее продолжение. Опять-таки, продолжение, которое компьютерные программы не одобряют, но впоследствии понимают, что этот ход, возможно, сильнейший. Итак, ход G4. Таким образом, он прорезает белые поля. Так, посмотрите, F4, ферзь Е4, ферзь начинает проникать, также освобождается поляна для коня. Ладья вернулась на 1, ладья Е7 и предложил Эншпиль. Как мы знаем, кудесник от Эншпиля не должен отказываться. Но Давид ушел на F8 и последовал ход коня в 3, ладья Е6 и плавнокровный ход коня Х4. Прекрасный ход коня Х4. После ухода ладья Ф6 последовала очень элегантная концовочка. Слон Е4, белый готов поставить мат. И на ферзь G8 последовал не менее элегантный ход слон Д5. Можно было, конечно, играть и G5, но слон Д5 очень симпатично. И теперь выясняется, что брать на Д5 тоже нельзя из-за того, что последовало отвлечения. Ну а после хода конь Е7, еще один аккуратный ход Ф6. И белые выиграли эту партию достаточно уверенно. Неплохая зарисовочка. Вполне себе хороша. И следующий пример, который возник, опять-таки, уже против Ласкера, но Эммануила. Напомню, что были битвы против Ласкера очень серьезные. И вот в этой позиции у белых, опять-таки, мы видим большой перевес. Но, тем не менее, нужно продемонстрировать точность добивания. Итак, ферзь C8. Очень сильный ход. Вот, одновременно защищает слона, потому что слон был под боем. Параллельно еще нападаем на шаг. Очень сильный ход ферзь C8. Ни в чем не подозреваемый, Эммануил сыграл ферзь B4. Напал также на ладью и слона. Но слон был защищен в ладнокровных ладья C1. И после неаккуратного хода ферзь C7, по-человечески понять можно, прикрыл поле Е8, прикрыл пешку на Е6. Ладья А7 был чуть более точным ходом, конечно. После хода ферзь C7 выяснилось, что белые очень быстро побеждают. Слонг Д3, шаг. Теперь у черных был единственный ход. Ход Ф5. Ну, который, в общем-то, все равно не защищал от главной угрозы. И после хода короля А6, последовал ход ладья C7. Шаг, король Ж2, ферзь Д6. Ну и, я думаю, что для вас не затруднительно будет найти следующий простой ход за белых. Это, конечно, ход ферзь БТФ8. После ферзь Ф8 выясняется, что черные гибнут из-за матовой конструкции. Ну, в этой позиции Манрил сдался. Ну и, пожалуй, последний пример, который я поставил на первое место. Он, может быть, не самый, как сказать, чистый. Но, тем не менее, сам замысел и сама глубина комбинации, конечно, впечатляет. Итак, играл против очень серьезного шахматиста Ефима Боголюбова. И в этой партии Капабланка предложил такую вот жертву фигуры. Слон Е6 и Фе конь Е6. И после хода ферзь А5 просто-напросто рокировал. Очень интересная концепция. И, конечно, это в лучших традициях не только Капабланке, но, наверное, таких великих комбинаториков, как Михаил Таль, ну и, в общем-то, Ефим Геллер. Можно перечислять советских шахматистов. Иштейн, и кого угодно. Ну, в лучших традициях именно советской шахматной школы все-таки. Итак, слон Е3, Фе, пока конь на Е6 мешает черному королю маркироваться, плюс ко всему уже угроза взятия на Ж7. Король Ф7, ферзь Б3. Очень интересный ход. И кто бы мог подумать, что идея белых перейти в Эншпиль. Король пошел на Ж6 и последовал еще занимательнейший ход ладей Ф5. Очень глубокая комбинация. Ферзь Б6. Конь Ф4 шах, король А6. И последовал ход с Ж4. Первое впечатление, что это, наверное, как-то некорректно все. Потому что, ну, такого быть не может. С другой стороны, король на А6, конечно, занимательней. Черный ответили с Ж5. И как ни в чем не бывало. И сказали, пожалуйста, покажи, где мат. Мата пока не видно. Но Капабланком был просто-напросто нацелен на Эншпиль. Ферзь Б6 неожиданно совершенно, как гром среди ясного неба. И ладья Д1. Потрясающая позиция. У белых не хватает фигуры. Но оценка компьютера, конечно, в пользу черных. Здесь очевидно, что черных лишний материал. Но его нужно каким-то образом реализовывать. Главное, что надо еще сделать какой-то ход. Но, в общем-то, не справился здесь Ефим с этой позиции. Он пошел ладья Ж8. Хотя, вот сказать сложно, стоило, возможно, все-таки брать ЖФ хладнокровный. После Ж5 терпеть. А после хода ладья Ж8. Белые сыграли кони в Д5. И вот эта позиция уже оказалась совсем непростой. Ефим съел на Ж4. Вроде бы тоже логично. Сейчас конь выйдет на Е5. И все закончится для белых. Однако, нет. Конь Е7 находится в ходе. Теперь грозит. Висит ладья. И вот эта линия поведения Кавабланки, начиная со всей этой комбинации, практически гениальна. Ладья Ж7. Шаг на Д6. И король Х5. Но сложно отказаться от этого хода. Однако, следует ход ладья Ф3. Обратите внимание, теперь белые хотят поставить мат с другой стороны. Конь Ф6. Ладья Ж3. Король Ж4. Шаг. Продолжается комбинация. Король на Ж4 ходить не может. И после хода короля Х5 следует ход конь Ф5. Опять та же самая вроде бы конструкция. Но не хватает пешки. Перевели какие-то ладьи. Ну и в общем-то очень симпатичные. Черные фигуры до сих пор стоят. Ладья Ж6. И последовал опять-таки возврат коня на Е7. Не выдержал. Буголюбов сыграл Ж4. После взятия на Ж6 выяснилось, что все дела у него плохи. Ты в общем-то не выдержал напряжения. Так часто бывает, когда на тебя так вот напирают. В итоге белые зашли всеми, как говорится, фигурами. И вот в этой позиции красочной Буголюбов сдался. Считаю, что эта партия, это конечно же большое достижение. И в смысле творчества, и в смысле идеи. У Капавланки были подобные шедевры. Ну что же, я надеюсь, что вам понравилось. И обязательно буду знакомить вас еще и с другими шедеврами других шахматистов. Ну, а вам желаю настроиться на такой вот лад. На, так сказать, попытаться креативы. Креативы некоторого приобрести. Ну и успехов. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...